Здравствуйте, Синк, меня смотрит, меня зовут Лидия. Итак, это, так сказать, вторая часть из запланированного моего цикла рассказать о тех коллективах, где я трудилась. Как я уже и в начале сказала, что все 30 лет с небольшим днём, так сказать, мне очень везло на коллективы, везло на людей, и мне очень комфортно и удачно работалось все эти годы. Ну, всякое, конечно, бывало, не без проблем, но всё это в пределах, так сказать, всё это тактично, всё это без крика, без рёва, без малонадурства какого-то и бог знает чего. Ну и так мы закончили на том, что это был не первый, конечно, первый пророк был Хардин, но там год всего прошёл, о нём и сказать-то практически мне нечего. Я рассказывала о Позняке Филиссе, Солочарство небесное, теперь он уже умер, чем закончилась его вот такая вот карьера прокурора района, когда, ну, бес попутал, не иначе, знаете ли, но умнейший, умнейший человек, мудрейший, и вдруг вот так прилететь на этом долбанном уазике, который признал за находку, просто ему непостижимо. Но, тем не менее, что случилось, то случилось, тем не менее, на что ему пришлось уйти, его уволили из органов прокуратуры, удалось и стало на работу следовательно, ну, правда, управление внутренних дел, но это милиция, это совсем иное дело, вот такие вот дела, и предложил работать. Надо сказать, что в прокуратуре это так, уходя, уходи. Если ты ушёл, из тебя ушли, то ты никогда туда не вернёшься, никогда. В каком бы районе, городе, республике ты потом дальше не пошёл работать, вот такие дела. Ну, и, как я уже говорила, что на смену ему пришла женщина, достаточно молодая, где-то около 30 лет, она работала следователем в районе, достаточно успешной следователем была, известной, ценилась в прокуратуре края, кадры вот повысили её текст до прокурора. Она одинокая, у неё девочка, дочь лет 7-8, наверное, была бы, вот таким вот образом. Но жёсткая женщина, маленькая такая, знаете, какая-то маленькая собачка, завсегда злобная, небольшая ростика такая, но характер, но характер твёрдо, просто кремень, кремень и, ну, и такая всё из себя. Что вот будет, понеслось. Ну, в те времена ещё штаты, как бы, и в той же милиции были невелики, это на весь район, вся милиция, это 50 человек, насколько я сейчас помню. Вот, а нас-то всего я, да, прокурор, надзирающий, но я, как бы, следователем уже ушла. Хотя и помощникам приходилось всё равно работать, куда деваться. И объединение поддерживала, и гражданским делам, и проверки какие-никакие, граждан принимала и так далее и тому подобное. Так вот, начала она наводить порядок с железной ручкой своей такой, привезли всё в милицию, чего сроду не бывало за все существование, вот, за все годы существования милиции, тем более при том начальнике, который съедал до этого всех прокуроров, которые бы не были там. Понесли наказания все, и не по одному разу, вы знаете, или дисциплинарное наказание, при проверках любые какие-то нарушения, упущения, сроки там и так далее находились, непременно направлялось представление, вышестоящего органа управления внутренних дел, наказание, дисциплинарное взыскание, одно, второе, третье. Вы знаете, к тому времени я уже вышла замуж, он работник милиции, он был следователем, это тот, который закончил Таусские университеты, и, который изменялся за мной, который закончил лагуз, где только один профессор идут по семейному праву. Так вот, значит, он в милиции работал следователем, приступиться, конечно, всегда к следователю можно, вы не поверите, вот приносит дело прокурору, значит, соблюдительное заключение, либо там прекращено, либо какое бы то ни было, изучает дело, какие-то там замечания по этому делу, представление, управление внутренних дел. Ну, знаете ли, каждую неделю наказания человека никогда не будут, вот это же нонсен. То есть, в конце концов, дошли до того, что ему объявили неполное служебное соответствие, хотя умнейший был следователь, одареннейший, и тем не менее, вот при таком бывале этих представлений о привлечении к ответственности, ему пришлось потом уйти, и устроился он уже в другом районе. Ну, и мне, конечно, потом пришлось. И вот, значит, децентральной ответственности было привлечено масса, практически все, но начальника милиции тоже, несколько представлений ушло. Мало того, удалось, как ни в каком другом районе, район это небольшой у нас был совсем, ни в каком другом районе привлечь к уголовной ответственности несколько работников милиции. Во-первых, это участковый инспектор, как сейчас помню, расследовала я. За что, вы думаете? За то, что он гражданина привел в свой, значит, участок, беседовал о чем-то, то ли у него позывал о каком-то правонарушении, то ли еще чего, я сейчас не помню. И поскольку кто-то отпирался чего-то и оскорблял его и так далее, этот самый участковый имел неосторожность два раза его ударить ладонью по щеке. Все на этом. Дело возбудили уголовное, арестовали, и этот участковый где-то лет пять на лишение свободы получил это дело. Дальше, больше, начальничественная охрана. Медведев такой был, о-о-о. Ну, это большой, в общем-то, человек. История у него была. Одно из подозрений милиции в уголовной ответственности, злоупотребление в сложенном положении и так далее. Обыски, нападали под арестом. Привлечен к уголовной ответственности, получил наказание в виде лишения свободы. Дальше, я об этом уже как-то упоминала в деле, работник ГАИ тогда, или сейчас ДПС, за взятки в сложенном положении. Пять эпизодов я сумела только доказать, потому что милиция, естественно, не поможет, не пришел самой лопатить все документы отрезвителя, кого он задерживал, и кому потом права благополучные были возвращены. И так далее, и тому подобное. То есть это просто прогремели на весь край, вот, с подобного рода. Ну и в остальных тоже, в остальных отраслях права, тоже очень жесткое, очень принципиальное, очень требовательное. И тут, кстати, ни на какие компромиссы, ни на какие, хоть зажалуйся, хоть ты там слезьми заливайся, увы и ах, только так и больше никак. Я... Отношения у нас были с ней, ну, такие достаточно нормальные, ну, не братство, конечно, не божопость, но нормальные. Смею надеяться, она мне тоже уважала, как бы и ценила за мою работу, но однажды и выпривалась. Было у меня дело, в общем-то, классическое, как мы говорим, классическое просто, неосторожное убийство. Университетское, институтское еще мы называем. Ссора, значит, драка, бьет, значит, человека каким-то предметом, ну, не столь тяжелым, там, балкались, человек падает, кромка бордюра, значит, ударяется головой об этот самый бордюр, получает червенную мозгу и травму и умирает. Вот это институтский пример неосторожного убийства. Я намерена была дело направить в суд. И когда я его закончила, направила прокурору вот это самое романское с обидительным заключением, она дело прекратила. Она не усмотрела, так сказать, умысла на несторожное убийство и так далее. Ну, вы знаете, несторожное убийство, вообще неосторожное преступление, она достаточно такая расплывчивая, надо только посмотреть, так сказать. Человек не должен был, но мог предполагать. Вот как бы так. Не должен был, но мог. Подобного рода последствия от того, что он его ударит, от его побоев-то совершенно никаких, а вот от того, что он упал и ударился, но должен был предвидеть, что вот такая ситуация, бордюрчик там, то есть же пятое-десятое. Я говорю, институтский. Я не согласилась. Впервые, впервые в моей практике, это уже был, наверное, год восьмой, седьмой, моей работы, я написала представление прокурора края, о том, что я согласна с принятым решением прокурором района, поскольку смотрела, ну, естественно, аргументировала, то все это, это десятый, со ссылкой, естественно, на теорию, неосторожное убийство, и так далее, только думаю, что вы думаете, ее постановление прекращения было прокурором края, отменено, а дело направлено на суд. Но это было единственное, это было единственное, так сказать, вот, я бы не сказала, что это конфликт, совершенно рабочий момент, я не согласна с мнением прокурором, что закон позволяет мне обжаловать решение прокурору, то есть я им воспользовалась, я думала, она бы злиться, станет мне там какие-то палки в колеса, нет, ничего подобного, все осталось, ну, по крайней мере, с виду, может быть, это там внутри, что-то как-то, но, рабочий момент, вот это все, я решила так, прокурор края, он уже стоящий, решил по-другому, вот такие вот дела. Ну, в принципе, проработали мы с ней где-то года три, наверное, и все было у нас замечательно, а потом, вот я говорю, мы уже вынуждены были объявить неполную служебную, ввиду вот этих вот, я и ни чуть, ни, так сказать, никогда она не посмотрела, что он мой муж, и это нисколько не мешало, мы работали вместе, направлять еженедельно на него представление администрационной ответственности. Ну вот, мы вынуждены были переехать в Усть-Ибакан, это Хакасия, тогда еще была область автономная, я в Усть-Ибаканском районе, я думала, ну вот, ну вот, это вот здесь, мы в районе маленьком, только следователи положим, и прокурор, нет прокурора, там на учебе, в отпуск, или заболел, или еще куда-то, я исполняю обязанность прокурора, ну надоело, надоело в конце концов, вот я обыкновенный следователь, тут есть куча помощников, и куча следователей, и зам тут есть, и всякое разное, и теперь, и че я освобождена, и будут только следователи, ага, сейчас за, ничего подобного, вот так ситуация сложилась, что и замок как бы нет, и помыть там какие-то, никакусенькие, исполняю тебя за этим прокурором, и в отсутствие, кто? Я, Лилия Федоровна Лопатина, вот и все, ну, когда я переехала в Усть-Ибакан, как раз смена была власти, то есть прокурора уже не было, назначу иного, он работал в областной прокуратуре, прокурором-криминалистом, но это чисто техническая, тактическая помощь, в расследовании уголовных дел, по области, достаточно молодой, с небольшим 30 лет, новый прокурор, прокурором еще не работал, так сказать, и тут как бы смена, еще один следователь перевелся, из Копьева, тоже как бы новый, то есть коллектив, вначале там какие-то были трени, какие-то подспутные интриги, кто-то кого-то подстижил, то есть обстановка была весьма нездоровая, и тут вот такая вот замена, и прокуроры, следователи, и помощники, и там одна все осталось, ну, куда деваться одной, это сопротив всех, коллективчик у нас подобрался, замечательный, опять же, замечательный, вот самое интересное, вы знаете, самое интересное, вот почему, почему вот, мы обязаны были, я в частности, дела, конечно, бывают разные, но прокуратура наиболее сложная, поэтому выход дел, то есть направление дела в суд, их немного, от сил одно дело в месяц, и то не бывает, если там экспертизы длительное время занимают, и так далее, мы же и подставили, почему, что мы опять дело будем заканчивать, вместе с Федором, с моим напарником, с еще одним следователем, почему пять, а вот пять и все тут, ни в одном районе, и городе, в области, столько дел, ни в суд, не заканчивалось вообще, и это не просто там дела, а по диджеската, или вот там еще, хотя они тоже требуют свое, там были дела, так сказать, областной подсудности, это очень сложные дела, то есть убийство было, претягчающие обстоятельства, требования там весьма высокие, это не районный городской суд, там прикапываются каждые карты, и прокурор края только, вернее, областью, обвинительное заключение, я утверждаю, это не прокурор, про Ивана, были у меня в это время и дела, и о хищении в особо крупных размерах, продмаг такой, сорский, были еще ряд очень сложных дел, я уже рассказывала, как-то навалилось на меня, как раз здесь несколько дел, о нарушении правил техники и безопасности, где дети погибали, невыносимо их расследовать было, то есть дела сложные, дел очень много, и тем не менее вот так, вот почему так, сама не знаю, вот надо и все тут, вот почему-то надо, не потому что мы там угоди, не хотели прокурор, чем-то его там прославить, чтобы какие-то там грамоты, или еще чего-то получить, какие-то показатели, вовсе нет, тут надо и все тут, и вот так работали, конечно, познали без выходных, проходных, но тем не менее трудились, вот, замечательно, ну, естественно, в контакте и с милицией, поэтому нас там чтили, признавали, и малейшие, только вякнут, тут же бежим, тут же исполняют, так далее, поэтому, не удушался прокурору, и оказать просто такую техническую помощь, в помощь, потому что, с машинами, как я уже рассказывал, его плохо, запчастей не было, часто ломались, он, у него лично машина, он сам, жил в Абакане, поэтому он каждый день приезжал, в Абакан, правда, недалеко, 5 метров 20, но тем не менее, на своей машине, на Жигуленке, было у меня дело, кстати, это тоже единственное дело, вообще, в области, да, и в Российской Федерации, немного дел таких, найдется, это нарушение строительных норм, правил, когда построили свинарник, он обрушился, так сказать, ведомственное заключение было, что будто там моча скопилась, и вот как-то возгорелась она, вернее, какой-то взрыв там, произошел от этой мочи, боже мой, боже мой, какой кошмар, какой ужас, поэтому я, экспертизы такой, в очереде не проводился, поэтому ищем, вне экспертного учреждения, это был институт, он строит что-то такое, вот, поэтому я, при осмотре этого свинарника, изъяло много кирпичей, обрушенных, так далее, то есть их должны были обследовать, что, чего, куда и как, и вы знаете, вот не погнушался, ведь прокурор Росненовичем, на своей личной машиночке, мы загрузили полный багажник, этими кирпичами, и потащили это, вот, для производства экспертизы, в этот самый институт, да любое, было дело, когда, было, у меня в производстве изнасилования, причем изнасилования, конечно, хорошо бы, если бы сразу после изнасилования, потерпевшие революции, все обследовали, анализы всякие взяли, и так далее, ну, подобное, здесь же, женщина уже в годах, детей у них там трое, либо четверо, на хуторе где-то там, в Хакасии, в районе, заявила об изнасиловании спустя 10 дней, ну, что там ловить, извините, ни побоев, ни, ничего там не возьмешь, вся вымыта, вся выстиранная, никуда, но, тем не менее, значит, куда деваться, заявление поступило, надо его расследовать, я расследовала, расследовала, вроде все, трое там нашли, этих обвиняемых, троих арестовали, и вот настало время рассмотрения дела в суде, Атласова, как сейчас помню, у нас была судья, и эта самая, Люся, как я ее назвала, она вдруг встает, ну, купили ее, короче, родственники обвиняемых, но встает, и говорит, ничего такого не было, все было добровольно, захотелось со всеми троими, и вот всяко-разно, никакого насилия, ни оружия на меня, это, ну, тогда с судом тоже отношения были такие, более-менее доверительные отношения, судья прерывает процесс, звонит нам, говорит, отказалась потерпевшая, а крыть-то вещественными, больше нечем, ну, там были очные ставки, было там, то, все, то, больше крыть нечем, все базировалось на ее показаниях, и они подтверждались, там дети слышали чего-то, как-то, нет, и все, прервалась, приглашая, побежала, за ней спускаясь, повела ее к прокурору, не внушается, ничуть, не оставляя, что ему утроить, эти заморочки решает, он с ней разговаривает, мужик такой жесткий, надо сказать, я с ней, Люся, ну, мы с вами же все порешили, ну, вы же все так, вы правду говорили, на следствии правду, а почему сейчас это так, не знаю, молчит, Люся, и вот мы с ней мыкались, мыкались, прокурор подключался, несколько раз, концовки дела рассмотрели, правда, осудили, но так, я уже говорил, что если дело не вольно выраженное, с доказательствами достаточно хлебовато, то меры наказания все-таки нивелируются, вот, поэтому работалось нам очень хорошо, вот с этим прокурором, просто замечательно, ну, поскольку он показал себя очень хорошо, поэтому его перевели в Абакан, это областной уже город, прокурором города, вот, пришел другой прокурор, из Искитского района, ну, я не могу уже, вот, по сравнению, но я не, вот, ни рыба, ни мясо, вы знаете, вот, зайдешь к нему что-нибудь посоветоваться, в чем-то с ним есть, вот, Вячеслав Васильевич, знаете, вот такая ситуация, вот, я вот думаю вот так, он, хорошо, нормально, все хорошо, идите, сидела, подумала еще, думаю, может, может, по-другому, а сомневаюсь, что-то пошла опять, Вячеслав Васильевич, я вот тут подумала, может, вот так поступить, а что, да, поступить, и вот так во всем, ну, то есть, ну, я не привыкла к такому, за 10 лет работы, вот, и в этом, как бы, когда через два года, ну, полтора года, да, прошло, полтора года, видимо, зарегистрировала себя неплохо, мягко говоря, поэтому мне предложили перейти в областную прокуратуру, следовательно, по особо важным делам, я согласилась, потому что и в Устебакане, где жили, там жилье-то, сеть не наше, жилье-то, сеть временное, а здесь была, перспектива получить это самое жилье-то, это немаловажно, вот, поэтому я начала работать в следственном отделе областной прокуратуры, потом достала уже республика, самая независимая, в Акасе, со своими, со своими министерствами, Верховными Советами, смешно, на те, мы, где-то так, 500 тысяч человек, населения всего в Акасе, и вот те, но это парад суверенитета, в то время, как понес, вот тогда так и все это пошло, заместитель прокурора республики, одновременно, и как бы начальник следственного отдела, но потом настало управление, конечно, вот, был Владимир Васильевич, замечательный, естественно, тоже умер, в Царстве Небесное, правда, не сказать, что по сильно знающей, нет, если по сравнению, например, с тем же Позняком, аферистом, с Саниславовичем, но, тем не менее, очень такой, порядочный, и работал, то есть там тоже замечательно, все это по-человечески, как-то относился, помнится, когда я рассказывал вам о деле Синельникова, этот афганский фонд, где его убивал он там, и воровал, и так далее, и так далее, и так далее, поэтому по Ахакасии пришлось разрезать по всей, выискивали эти могилы многочисленные, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, а у меня ни с того, ни с сего, тут на ноге налево образовалась трофическая язва, вот ни с того, ни с сего, ну, причина, видимо, была какая-то, но ты не менее не заживающая совершенно, ну, что я, в поликлинику уже поехала, мы к МВД были прикоплены, а что мне там, перейти водорода обработали, значит, мать там приложили, а то, куда чуть я, естественно, хромала, вот он мне, а сама с утра до ночи разъезжаю, работаю, таскаясь по всем городам и весело, вот он мне говорит, ну, это слитка, ну, так по-свойски, мне иногда говорят, ты что, без ноги решила, что ли, остаться, ты что носишься, с утра до ночи, так, Владимир Сергеевич, дело же, вот, идет, и всяко надо, то надо, это, вот поступили, на там могила, сюда могила, мы трупы, значит, я немедленно, немедленно иди в больницу, в другую с ними помогаю, ну, правда, в городскую потом пошли, но мне народные средства, кстати, если кому понадобится специфическая язва, мне народные средства посвятовали, оказывается, нужно взять внутреннее сало, свинное, вот только внутреннее, вот этот, не верхнее это сало, а внутреннее же этот, я его прикладывала, и буквально через неделю, вот, пленочка затянулась, все это прошло, ну, а тут меня потащили в городскую больницу, и как раз к этому самому хирургу, он подрабатывал в поликлинике, вот, я осматривала меня, а меня, и я попадаю к нему уже, но уже в городскую больницу, о, привет, привет, показываю, показываю, что делала, я говорю, не поверите, вот так и так, делай дальше, все, и пошла, ну, вот так вот мы работали, пока его не ушли, получилась смена власти, был прокурор республики, такой, несколько, козлоногий, грубо говоря, пришел другой, но, тоже хороший, вот, замечательный просто, Широв, поэтому, он, как бы, туркмен, он становится, ну, всю жизнь в России, то есть, он только родился там, поэтому, в Туэр работал заместителем прокурора республики, потом, он следовал, тоже заместитель, аккуратно, эмакулировал следствие, ну, громаднющий, ну, громаднющий, ну, мудрющий, Человещина, просто, вот, замечательный же человек, потом, вот, уже ушли, так, если, но работа у нас, просто отменно, вот, просто отменно, вот, совсем, коллектив, следственное дело, это мы всегда вместе, праздники какие-то, день рождения, классный чин присвоили, там, или еще чего, все это по-доброму, все это от души, радовались друг друга, если помогать, помогали, без б, я вот о банде, когда рассказывала, казалось бы, я успеваю, кажется, что все подобрала, вот, 40 томов дела, там 40 томов только обвинительного заключения, то есть по числу обвиняемых, а если он еще не русский, так ему не только на русском языке обвинительный, еще на его родном, на тувинском, на зеребрежском, и так далее, вот, 40 томов только обвинительного заключения, и 40 томов дела, 80 томов, это же все надо сшить, надо описи, пронумеровать, надо описи каждого листа составить, работа, казалось бы, не творческая, далеко, но на нее же надо время, и вот я уже подыхаю, боже мой, не успеваю, не успеваю, к сроке поджимает, а у меня надо описи, мне уже дали там, один помогал сшивать, а до недрили ничего не было, дали какую-то дрель, а этот, светло-то сломалось, гвоздь туда вставили, это по бедности, хоть и областная целая прокуратура, гвоздь вставили, а он, скотина, нагревается, плавится, бумага горит, дырки, чтобы шить, надо 5 дырок, там 300 листов, про это, проковырять, если будешь шилом, я все время пробовала, я все время, у меня здесь мозоль на ладони, ну, с шилом поковыряешь, 300 листов все это проколешь, вот такие вот дела, поэтому весь народ кинулся, потом вам раскидали, значит, описи, нумерации, все это составляли, даже моя сестра потом приехала на выходные, потому что на выходные я тоже, дела с собой, на ночь тоже с собой, поэтому, как бы сестра это положение вошла, приехала, и целые выходные тоже описи составляли, То есть, если кому нужна какая-то помощь, ну уж не говорю о совете, утром собираемся, почему-то у меня в кабинете, у меня кабинетик был 2 на 3, массипученький, массипученький такой. Но у нас вот следственный отдел 15 человек, в него 15 человек входили, да, у меня дверь никогда не закрывалась, она у меня всегда, ну я всегда опрашиваю кого-то, дверь закрываю, вот и все, а так, если я работаю, у меня дверь всегда открыта. Утром народ прибежал, кому кофе, кому чай, они там себя разливают, если у меня не досуг, какие-то бумажные работы, я печатаю, я там еще что-то делаю. Народ начинает чем-то советоваться, какими-то мнениями делиться, все это вместе, чего, куда и как, то есть никакого официоза, никаких каких-то вот этих всякостей. Поэтому еще раз говорю, хотя ушла я не совсем, не совсем сама, но может это и к лучшему, потому что я еще в кабинете, когда 10 лет проработала, а то мне другой следователь, Вовка Федоров, мне толкует, иди в судьи, ты что, с ума сошла что ли, ты точно с ума сойдешь с такой нагрузкой и с таким напрягом? Хочешь сумасшедшийся дом? Иди в судьи. Ну ага, как я в судьи, там вон сидят какие, щеки надувают и всякое там другое, а тут я уже 10 лет, я уже привыкла, я уже знаю человека, а там он как, ага, я не смогу. Ты посмотри, какие придурки приходят, вообще никакусенькие, кодекса в глаза, даже не гражданского, не уголовного или профессионального в глаза не видели, и сидят, и хоть быкны, ага, а мне так нет, я должна знать, я должна вот как бы. И вот на этой радостной ноте, что хотя может быть я и вовремя ушла, ничего уж не делается случайно, видимо так и положено было, потому что пора уже 30 лет такого каторжного суда, как мне говорили, памятник вам при жизни надо поставить, но не поставили. Вообще неправда-правда. Генеральный прокурор СССР в свое время, Российской Федерации, до сих пор сохранились посуды там, и то все, и 50-е, и ценные подарки, ну не говорим там о грамотах, там или еще, или обессовыванием непочетного работника прокуратуры, это приваривается к ордену, вот все это я прошла, пережила, до свидания, всего вам доброго. Продолжение следует...